Доброе утро, Калмыкии! Это прекрасное весеннее утро, встречаю с вами я, Амулан Горубжурова. Знаете ли вы, что делая по утрам упражнения, мы помогаем организму перейти от сонного состояния к бодрствованию? Благодаря этому наш организм способен адекватно реагировать на внешние физические и психические раздражители. В конечном итоге мы меньше испытываем стрессов. Предлагаю приступить к зарядке прямо сейчас. Смотрим и повторяем. Всем доброе утро! Для того, чтобы наш день был наполнен энергией и хорошим настроением, начнем его с аэробики. Сегодня мне будет помогать Эльвира и Алена. Итак, у нас есть наше начало. Грейп и марш. Попробуем два этих движения соединить. Внимание! Через 4, 3, 2. Начало. Раз, два, три, четыре. Уходим вперед. Руки. Твист. Шоссе. Шоссе. Прыжок. Вистеп. Справа марш. Отлично! Оставим марш. И повторим еще. Хорошо. Как ваши дела? Надеюсь, отлично. Хорошо. Правой ногой. Через 4, 3. Начало. Грейп. И. Раз, два. И. Уходим вперед. Раз, два, три, четыре. Твист. Шоссе. Шоссе. Прыжок. Вистеп. Слева марш. И. Остались. Будьте внимательны. Сейчас у нас марш. На левую ногу. Через 4, 3. Начало. Давай. Раз, два, три, четыре. Уходим вперед. Руки. Руки. Твист. Шоссе. Шоссе. Прыжок. Назад. И. Лево марш. Отлично. На месте. Хорошо. Давайте повторим еще. Два раза. Левой. Левой. Хорошо. Через 4, 3. Лево. Поехали. Раз, два, три, четыре. Вперед. Подъем. Подъем. Твист. Шоссе. Шоссе. Прыжок. Назад. Лево. Марш. И. Отлично. Как ваши дела? Надеюсь, все супер. Давайте сделаем еще один раз. В левую сторону. 4, 3. Лево. Давай. Раз, два, три, четыре. Уходим вперед. Подъем. Подъем. Твист. Шоссе. Шоссе. С левой. И справа марш. Отлично. Остались на месте. Ну что же. Мы с вами знаем теперь движение вправо. Знаем движение влево. Давайте попробуем их соединить вместе. Готовы? Пока марш. Право на месте. Правой. Хорошо. По моей команде. Через восемь. Хорошо. Приготовься. 4, 3. Право. Давай. Раз, два, три, четыре. Уходим вперед. Подъем. Подъем. Твист. Шоссе. Шоссе. Прыжок. Внимание. Лево. Сразу. И раз, два. Вперед. Подъем. Подъем. Твист. Шоссе. Шоссе. И. Внимание. Справа марш. Остались на месте. Отлично. Ну как, друзья? Получилось? Надеюсь, что да. Мы остались на правую ногу. Повторим еще один раз. Право. Лево. Поехали. И. Раз, два, три, четыре. Вперед. Подъем. Подъем. Твист. Шоссе. Прыгай. Вестеп. Лево. Начало. Раз, два. Вперед. И. Подъем. Подъем. Твист. Шоссе. Прыгай. Отлично. Еще. Справа. Раз, два. И. Молодцы. Вперед. Подъем. Подъем. Твист. Здесь. Здесь. И. Приготовься. Слева. Поехали. Раз. И. Вперед. Подъем. Подъем. Твист. Отлично. Прыгай. Молодцы. Справа. Марш. Молодцы. Поднимем руки. Сделаем вдох. Опустим выдох. Вдох. И выдох. Вдох. Хорошо. Еще два раза. Вдох. Отлично. Еще один. Вдох. Молодцы. На этом наша тренировка с вами закончилась. Это была аэробика. С вами была я, Аида Кикеева, Эльвира, Алена. Всем спасибо за внимание. Хорошего дня. И до новых встреч. Каждый год 23 марта по инициативе Всемирной метеорологической организации под эгидой ООН проводится Всемирный день метеорологии. Или Всемирный метеорологический день. Прежде всего, Всемирная метеорологическая организация занимается вопросами погоды, климата и воды. А страны, которые входят в ее состав, успешно сотрудничают уже много лет, обмениваясь оперативными данными о состоянии атмосферы, суши, морей, океанов, рек, на основании которых и составляются прогнозы погоды и предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях. Ближегодно 23 марта специалисты гидрометеорологической службы России отмечают свой профессиональный праздник. В апреле 1834 года, согласно высочайшему соизволению, имевшему силу закона и подписанному императором Николаем I, в Санкт-Петербурге была учреждена нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория. С этого времени метеорологическая сеть России начала вести регулярные метеорологические и магнитные наблюдения по единому руководству. Уже в 20 веке в стране насчитывалось свыше 1400 метеорологических наблюдательных станций. Анализ данных о предотвращенном ущербе показывает, что прогнозы российских метеорологов позволяют уменьшить возможные экономические потери в среднем на 40%. Поэтому не секрет, что от компетентной и слаженной работы российских метеорологов во многом зависит не только экологическая ситуация в стране, безопасность на транспорте, своевременная защита населения от последствий стихийных бедствий и катастроф, но и стабильное функционирование целых отраслей национальной экономики. Также не стоит забывать, что и самочувствие миллионов людей, их психологический комфорт нередко связаны с точностью и оперативностью прогнозов сотрудников данного ведомства. А мы готовы представить гостей нашей утренней студии. Передаю слово своей коллеге Ангире Тюмидовой. Доброе утро всем, кто видит меня в этот час. Это утро Калмыкии. С вами я, Ангира Тюмидова. И сегодня к нам в гости в столь ранний час заглянул основатель бизнес-ассоциации «Багдо», главный юрист компании «Мегафон» Намин Федоров. Намин, доброе утро. Доброе утро, Ангир. Намин, как ваше настроение? Настроение просто отличное. Сегодня замечательный весенний день. Все очень хорошо. И, как всегда, мой традиционный вопрос. С чего начинается ваше утро, Намин? Мое утро начинается с будильника в 8 утра, крепкого кофе и новостной ленты. Мы включаем телевизор, смотрим ленту новостей, готовим завтрак и с самого утра делаем зарядку. Ух ты же, здорово. Намин, я знаю, вы живете уже давно в Москве. И вот скажите мне, пожалуйста, что помогает взбодриться на целый день? Ведь все-таки в Москве очень такой насыщенный, плотный график у вас. И уровень, темп жизни очень высокий в Москве. На самом деле, зарядку я делаю не один, а с моим 4-летним сыном Костей. Он повторяет за каждым моим движением. И когда я ухожу на работу, он провожает меня громким воскликом. «Хорошего дня тебе, папа!» И повторяет это 20 раз, пока я не ухожу из дома. И это дает мне бодрость на весь целый день. И я вспоминаю, и мне поднимается настроение. Здорово, как мило на самом-то деле. Намин, вы не могли бы рассказать о себе, чем вы занимаетесь? Я, на самом деле, сейчас главный юрист компании «Мегафон». Уже порядка 6 лет занимаюсь в компании судебного регулирования вопросов. Соответственно, строительство, средств связи, башенной компании, первой башенной компании. Мы регулируем наши вопросы в судебном порядке, досудебном порядке. Встречаемся в переговорах с нашими клиентами, контрагентами. И в целом проводим сопровождение группы компании «Мегафон». Вы являетесь основателем бизнес-ассоциации «Багдо». Расскажите, пожалуйста, про бизнес-ассоциацию. Чем вообще бизнес-ассоциация занимается? На самом деле, бизнес-ассоциация «Багдо», как часть калмыцкого землячества, существует довольно-таки давно. Соответственно, у нас формировалось уже некое общение наших земляков в Москве. Но мы создали некую платформу, где наши земляки, специалисты, профессионалы могли бы общаться и помогать друг другу. Основная цель бизнес-ассоциации «Багдо» – это помощь и взаимовыручка друг другу. Там находятся высококвалифицированные специалисты, менеджеры, топ-менеджеры компаний. Они, где люди помогают друг другу делиться своими мыслями и, прежде всего, знаниями, компетенциями. А почему возникла вообще идея создания такой бизнес-ассоциации? В данный момент у нас порядка 300 представителей. Они работают в разных должностях разных компаний. И зачастую у нас в жизни бывают ситуации, когда необходимо решить тот или иной вопрос. Соответственно, у нас в ситуации есть и экономисты, и бухгалтера, и даже врачи, которые готовы помочь своим землякам. Поделиться советом, своими компетенциями и так далее. И в целом, это же замечательно, когда все друг другу помогают, и вдали от Родины мы можем сделать такое большое дело помочь друг другу. То есть любой желающий может обратиться в вашу бизнес-ассоциацию за помощью, правильно? Ну да, в целом мы можем сказать, что это так. В целом у нас доверительные отношения в ассоциации. Мы доверяем друг другу. Мы можем говорить, что любая сделка, любой вопрос может быть решен. На данный момент в нашей ассоции порядка 300 человек. У нас основная идея – это взаимопомощь и взаимовыручка. В Москве, как же в другом регионе, в нашей стране возникают разные вопросы. Соответственно, и мы можем друг другу помочь. Намин, скажите, пожалуйста, вы осуществляете взаимовыручку именно только между членами данной бизнес-ассоциации, или любой другой посторонний человек может обратиться к вам? На данный момент к нам может обратиться любой желающий. Соответственно, мы готовы оказать посильную помощь. На сегодняшний день мы оказываем консультативную помощь постоянному представительству Республики Калмыкия. В частности, при посредстве, при содействии Сангаржи Андреевича Тарбаева, был создан экспертный совет при посредстве, где привлекаются экономисты, инженеры, юристы, которые анализируют вопросы, инвестиционные вопросы, привлечения некоторым проектам в Республике. Намин, скажите, пожалуйста, какие цели, задачи преследует вообще ваша бизнес-ассоциация? Первая цель – взаимопомощь, становление устойчивых связей между членами. Мы готовы помогать друг другу. Вторая цель – это установление устойчивой связи с Республикой Калмыкия. Многие из их представителей добились некоторых высот, своей профессиональной деятельности, и многие готовы помогать Республике своими силами и знаниями. Мы планируем в дальнейшем привлекать нашу молодежь, студентов. В частности, планируем организовывать стажировки в компаниях членов нашей ассоциации. Также мы планируем помогать нашим членам-предпринимателям оказывать конституционную поддержку по налоговым, правовым вопросам. Мы хотим проводить мероприятия по проектам, реализуемым на территории Республики Калмыкия. В целом, основная цель и дальнейшие планы БОГДО – это включить в себя всех профессионалов, специалистов, выходцев из Республики Калмыкия в городе Москве. Мы хотим создать некую платформу уже существующих тесных взаимосвязей в Республике. То есть, любой человек может вступить в Вашу бизнес-ассоциацию или есть какие-то определенные критерии принятия Вашу ассоциацию? Допустим, если человек работает профессионал своего дела, допустим, он архитектор, он может стать членом бизнес-ассоциации БОГДО? Я думаю, архитекторов у нас еще не было, они могут, конечно, стать, но у нас единственное условие, нужно один ответственное лицо, которое бы порекомендовал бы к нам, и все понимают, что необходимо доверие. И так добро пожаловать. Скажите, а почему БОГДО? Откуда вообще возникла такая идея назвать? Почему БОГДО? БОГДО переводится как «священный». Тут три значения слова «священный». Гора БОГДО священная для всех калмыков и второе имя – джангра. БОГДО джангра. БОГДО джангра. Нами, насколько я знаю, ассоциация очень молодая. В каком году была основана ассоциация? Была основана в прошлом году, 11 января 2019 года. Соответственно, мы с своим другом Верниевым создали первый чат в WhatsApp, где собрали своих всех друзей, порядка 150 человек. Сейчас она растет, каждый день добавляются все новые и новые люди. И эта платформа, площадка, она будет развиваться в дальнейшем, я думаю. Вы не могли бы поделиться планами ассоциации БОГДО на будущее? Основные планы ассоциации БОГДО – взаимопомощь, взаимовыручка нашим землякам. Это первое. Второе – на основе доверия. Второе – это помощь нашим молодому поколению. То есть мы хотим организовывать стажировки, помочь им трудоустроиться вдали от Родины. Третье, наверное, это взаимосвязь с Родиной. Прежде всего, становление устойчивых связей. В том плане, что мы готовы давать экспертную оценку тем или иным проектам в республике. Есть профессионалы своего дела, которые готовы помогать непосредственно правительству даже, в лице постоянного поспоредства Сангаджи Андреевича Тарбаева, участвовать в экспертной оценке тех или иных проектов. И в завершении нашей утренней передачи «Намин», что бы вы могли пожелать нашим телезрителям? Уважаемые земляки, дорогие друзья, желаю вам хорошего весеннего настроения, чтобы все ваши цели, мечты сбылись, и у вас все было хорошо и замечательно. Каковы ваши сильные стороны? Если вы не уверены, можете задать этот вопрос друзьям или членам семьи. Ответы могут быть удивительными. Ваши таланты и особенности – это то, что делает вас исключительными и может помочь достичь нужных перемен. А еще покопаться в себе и выявить новые таланты поможет наша следующая рубрика «Советы психолога». Здравствуйте, друзья! С вами психологи Центра Древа Жизни Анна Пшеничко и Саглара Дертинов. Сегодня мы расскажем о теме гаджетов нашей жизни и непосредственно жизни детей. Да, на сегодняшний день гаджеты и дети – это проблема взрослых, проблема родителей. Аня, расскажи, пожалуйста, с чем мы можем столкнуться, когда мы получаем таких зависимых детей? Ну да, спасибо, что сказала о том, что на самом деле гаджеты перешли в зону зависимости уже в нашей жизни. Что может получиться у детей в будущем, если сейчас не помочь им немножко отвлечься? У детей воображение становится хуже. То есть раньше дети грезили, смотрели на облака и представляли на облаках разных животных, замки. Это было очень красиво, здорово. Детички умели сами себя занимать. Но если детей занимает компьютер или гаджет непосредственно, то есть он создает им эмоцию. Хочешь веселые эмоции? Нажал кнопочку определенную игру, и все, вот ты веселишься. Хочется грустно, но посмотрел грустных смайликов, еще что-то поделал. Да все. И дети раньше саморегулировались. То есть если им становилось скучно, они находили себе игры. Они понимали, как себя занять самостоятельно. И потом в будущем, во взрослой жизни, этим детям легче саморегуляцией заниматься. А это необходимость в нашем мире. Да, это минусы. Конечно. И что же делать, если ваш ребенок сидит все время в телефоне, в айпаде, в телевизоре? В первую очередь вам предстоит очень непростое дело. Да. Вам нужно будет его как-то оттуда вытаскивать. И самое первое, что нужно сделать, это нужно показать своему ребенку пример. Да, что мама не сидит в телефоне, она обращает внимание на своего ребенка. И когда ребенок видит, что маме это не нужно, он как будто бы начинает за ней повторять, и ему тоже уже интересна его жизнь. Вот. Ой, можно я тогда в тему тебе скажу, да? Такой нюанс важный. Ты обратила внимание на то, что если мама в телефоне, то ребенок получает послание, ты мне неинтересна, моя жизнь для тебя неинтересна. Ты меня не любишь. Ты меня не любишь, читает. Фактически внутри себя ребенок в этом отношении, да? И, естественно, если вы хотите, чтобы дети вас любили потом в будущем, ребенок в вас нуждается физически. Но потом он вырастет, и он привыкнет вот к такому равнодушному миру, да? И к такому безучастному отношению к друг другу. Раньше сколько историй семейных было, да? Какие вечера были? Ты помнишь, как вот родители рассказывали, когда все вместе садились? Мультиков даже не было, да? В 9 вечера мультик только был, или в 8 вечера, по-моему, один, и все. Мы садились, рассказывали, разговаривали, истории какие-то, коммуникация была выше. То есть самая необходимость красиво рассказать и привлечь к себе внимание была высокой. И поколение, кто постарше, видно, речью владеет совершенно иначе. Как разговаривает молодежь, да? Круто, кул, кул, там, да? Вот такие вещи какие-то, все. Или эти жуткие ролики, которые на Ютубе, да? Вот детские каналы. Это страшное дело, там, смотрите. Это просто, мне кажется, мозг постепенно перестает работать. И, к сожалению, это опасно. И в школах программы сейчас очень высокие, уровень требует. Расскажешь что-нибудь еще про... Да. Может, как родителям справляться с этим? Да, как справляться. Самое главное – это аккуратно и потихоньку их оттуда вытаскивать. То есть, если вы будете резко забирать телефон у ребенка и контролировать, да, его время, то это может на него очень пагубно повлиять. Он может физиологически чувствовать себя, у него может подняться температура, он может чувствовать слабость, у него будет агрессия, у него будет какие-то с ним... Ну, вот это как ломка при... Когда у наркомана бывает, вот это вот прям то же самое. Да, это абстиненция, да? Есть такой термин – абстинентный синдром, то есть синдром отказа от того, что было в вашей жизни слишком долго. Да. И вот поэтому постепенно сначала мы начинаем рассказывать им какие-то истории. То есть, занимаем это время, когда он сидит в гаджете, чем-то другим. Например, смотреть диафильмы, где он может прочесть что-то, да, и у него будет воображение, он будет там что-то придумывать, представлять. То же самое книги. Сейчас очень много красивых книг, какие-то красивые рисунки, картинки. То есть он может их смотреть, когда мама ему читает эти книги, он слушает и снова он представляет, он что-то фантазирует, у него это развивается. Хорошо. Второе – это, конечно, нужно отвлекать его секциями, какими-то кружками. И занимать это время, когда вот это свободное время, которое он тратит на гаджеты, занимать его какими-то вот такими вещами, например. Но если это выходной день, можно сходить в поход. Слушай, какие были же походы, да, мы уже все вместе ходили. А у тебя в семье до сих пор традиция есть, да, за грибами ходить вместе с детками, это очень здорово. Я думаю, твоим детям будет что вспомнить. Или вечером, допустим, всей семьей собраться, мы, допустим, лепим пельмени. Это тоже, во-первых, моторик, во-вторых, они отвлекаются. Мы разговариваем в это время. Ну и самое главное, я уже говорила о том, что это пример, да, это такой цифровой карантин дома, чтобы родители не сидели постоянно и не показывали это ребенку, что это нормально. Это то же самое, если, допустим, перед алкоголиком махать этой бутылкой, да, тогда он никогда не сможет, он все время будет думать об этом. Это нервное напряжение, конечно, это рестимуляция такая, когда мы поднимаем, сейчас вот фильм интересный шел, триггер, да. Триггер – это пусковой крючок, то есть то, что заводит реакцию. Для курильщика поставленная пепельница, да, для ребенка рядом у кого-то гаджет. Да. Ну и самое главное для ребенка – это ваша любовь. Когда он чувствует это, он стремится, и я считаю, что обнимайте своих детей, любите их, они будут это чувствовать, и им не нужно будет отвлекаться в какой-то виртуальный мир. Ой, можно я тоже дополню сейчас, да, у меня тоже прекрасный опыт, у брата двое сыновей, и, естественно, мальчишки залипали в телефонах, и они в комнату свою закроются, все, и там сидят. И, в общем, по нескольку часов в день дети стали взвинченные, нервные, то есть они постоянно ссорились, они постоянно какими-то голосами такими разговаривали, на таких интонациях, что я с ними рядом заводилась. Вот, и когда брат решил ограничить их в телефонах, он выделил конкретное время, то есть он прям конкретно сказал, у вас будет этот телефон, но вот с такого времени по такое. И они стали к этому немножко стремиться. В общем, за месяц вот это нервное напряжение, обстиненция, она прошла. То есть они первое время еще пахныки были там, вот это вот, бузили, они же сразу вредничать начинают, да, чтобы родители отдать им мне телефон, типа это чтобы проще было. Причем иногда их разговоры там слышали, да, они там, давай сейчас так сделаем, и вот нам дадут, да. Ничего, главное выдержать и самим не трогать. То есть в это время и брат, и его супруга, они либо разговаривали друг с другом, либо они чем-то занимались, да, либо они читали книги, привлекали детей к себе. То есть здесь необходимо все-таки взрослым быть внимательным и немножечко твердым, то есть не жестким, да, что все в лагере, да, нет, а твердым немножечко. И причем вот эта разница в возрасте, старшенькому уже этого времени не хватало, и брат ввел такую гибкую немножечко систему, он для него закачал специальную программу обучения. То есть ты проходишь урок, а там интересный интерактивный урок, да, и тогда только ты можешь поиграть столько, сколько тебе потребуется. Да, вот в таком духе. И детям стали проще. Когда родители определяют правила и твердые в этом, то дети легче привыкают. Наверное, на этом все? На этом все. Да. Любите своих детей, будьте с ними почаще, обнимайте их. С вами была Анна Пшеничка и Саглара Дертинова. До новых встреч. Друзья, наверняка с приходом весны всем захотелось обновить гардероб и узнать, как же добиться сияющей кожи и блеска в глазах. Наши следующие рубрики вам в этом помогут. Всем привет! С вами рубрика о стиле и я, Вера Мордеева. Самый зимний и самый уютный предмет гардероба – это, конечно же, свитер. Но, как правило, к концу зимнего сезона он успевает и зарядно нам всем поднадоесть. И сегодня я покажу вам, как можно разнообразно комбинировать его с различными предметами гардероба, чтобы всегда чувствовать себя уютно и стильно. Наверняка у каждой девушки существует любимое летнее платье, которое зимой она с грустью и тоской убирает подальше в шкаф. Сегодня мы показываем вам, что это не обязательно делать. Используя свитер и любимое платье, ты будешь выглядеть неотразимо. Ты можешь использовать ремень на свое усмотрение, он может быть узким или широким, для того, чтобы подчеркнуть талию, и это придаст образу женственность и элегантность. Мнение о том, что свитер можно носить только с джинсами или же спортивном стиле, давно устарело. Ты можешь легко использовать классические строгие брюки, кожаные или же обычные, из любой ткани, вместе со свитером и либо каблуки, либо любые ботильоны на каблуках. Ты будешь выглядеть изящно, красиво для офиса, для университета и даже для прогулки с друзьями или с молодым человеком. Всем привет! Сегодня я вам расскажу о том, как оформить брови и сделать минимальный макияж глаз. У моей модели шикарные брови, мы их уложим гелем и прокрасим необходимые участки. Для начала мы уложим бровки по форме. Я взяла гель для бровей для того, чтобы придать волоскам немного густоты и цвета. Вкладываю их по форме и одновременно прокрашиваю. Далее я оцениваю, в каких местах у меня остались проплешины. В те места я нанесу тинт для бровей. Тинт для бровей это краска, которая имеет легкую текстуру, но при этом очень стойкий. Если вы обладательница жирной кожи, то я бы посоветовала вам купить тинт для бровей. Он очень долго держится, в течение 20 часов без подправки. Если же у вас кожа сухая, то с цветом ничего не случится. В данном случае можно использовать просто карандаш. Цвет нужно подбирать в цвет корней волос. Далее для того, чтобы сделать бровь более четкой, нижний контур я оформлю с помощью консилера. На всю поверхность века я нанесу консилер в цвет кожи. Консилер у меня будет работать в качестве базы под макияж глаз. Консилер нужен для того, чтобы тени легко распределились и легли без пятен. Также он будет продлевать жизнь макияжу глаз. И тени будут лежать стойко, пока вы их не смоете. У моей модели глаза зеленого цвета, поэтому я буду выбирать для нее оттенки натурального коричневого цвета. Нанесу карандаш в межресничное пространство для того, чтобы сделать ресницы густыми и пышными, визуальными. Чтобы карандаш у нас лежал мягко, я его растушую синтетической скошенной кистью. У внешнего уголка я карандаш немного приподниму, для того, чтобы сделать ось слегка восходящей. О чем это говорит? Чтобы не были глазки визуально грустными, мы их слегка приподнимем. Нанесла карандаш от середины зрачка к внешнему уголку глаза. И с помощью той же синтетической кисти я растушевываю. То же самое проделаем со вторым глазом. Если у вас ось восходящая, то есть внешний уголок глаза смотрит наверх, то такой прием вам не подойдет. Далее на активное веко я нанесу кремовые тени шиммера. Шиммер это частички, которые придают сияние. Наношу от внутреннего уголка глаза, растушевывая к внешнему. За счет сияния шиммера активное веко стало более выпуклым. Далее кремовые тени я закреплю сухими тенями, для того, чтобы тени не скатались. Тени у меня также будут шиммером. Нанесу я пальчиком на серединку. То есть на ту зону, где находится зрачок. Зрачок это также зона блика. Только на веках. В прошлой передаче я вам говорила о светотени на лице. Сейчас мы создадим ту же самую светотень, только на веках. Мы нанесли уже свет на активное веко с помощью кремовых теней. И закрепили их сухими тенями с шиммером. То есть придали блики. Далее в межресничное пространство я нанесу тень, для того, чтобы сделать рельеф на веки. В данном случае я беру сверло-коричневые тени, потому что глаза нашей модели зеленого цвета. А коричневый цвет очень хорошо подчеркивает зеленый цвет глаз. Орбитальная линия находится между подвижным и неподвижным веком и является зоной тени на веки. Кисть должна быть обязательно натуральной и пушистой. Этот же цвет тени я наношу на нижнее веко от внешнего края радужки до внешнего края глаза. Таким образом я соединяю тень, находящаяся в орбитальной линии, с тенью, находящейся на нижнем веке. И эта тень у нас будет направляться в зону виска. У внутреннего уголка глаза я нанесу светлые тени с легким сиянием. Эти тени сделают взгляд более открытым. И завершающим этапом у нас будет тушь для ресниц. К туши нет особых требований. Единственное, что я бы посоветовала обладательницам жирной кожи, выбирать тушь с водостойким эффектом. И в конце прочесываем расческой для того, чтобы убрать излишние комочки. Легкий макияж у нас готов. И завершающим этапом мы нанесем блеск на губы. Блеск у нас дает тоже определенные блики, поэтому мы не наносим его на контур. Дорогие девушки, уделяйте себе время по утрам для того, чтобы придать настроение на весь день. А как правильно это сделать, смотрите в программе «Утро с хамдамом». Как сложится сегодняшний день? Будет ли он благоприятен для решения важных дел? Об этом расскажет администратор Центрального хурула Калмыкии Йонтен Гелюнг. Отличное начало недели, потому что главная комбинация элементов дня – земля-вода. Комбинация юности. Благоприятная комбинация для всех благих дел, а также праздников, торжеств и обновлений. Кроме того, взаимодействие Луны и созвездия Чодр дает большую комбинацию дуци, что предвещает нам победу над врагами. А особая комбинация джуб говорит о том, что все благие дела будут успешны. Поэтому, нисколько не сомневаясь в этом, усердствуйте в благих делах. Также, 29-й лунный день – это день защитников. Благоприятно сегодня выполнять ритуалы, посвященные Сякюстам. Единственное, для чего день не подходит, это для поминок и других мероприятий по усопшим. Стрижка сегодня неблагоприятна. Друзья, это все на сегодня. Желаем вам продуктивной и легкой рабочей недели. Берегите свое здоровье и не забывайте протирать свои гаджеты так же часто, как моете руки. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова